Время новостей на канале Абазар. 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 Долго оказался. Люди верили, работали, чтобы не закупить то, что мы сделали. По словам Беслана Будба, чтобы хоть как-то решить проблему, необходимо пересмотреть систему взаимоотношений заказчик-исполнитель. По мнению Будба, заказчиком должно быть Министерство экономики, подрядчиком – Министерство сельского хозяйства, а исполнителем – фермер. Институт же сельского хозяйства должен выполнять свою прямую функцию – заниматься научной работой. А для начала исполняющий обязанности вице-премьера Беслан Будба обратился в Генпрокуратуру с заявлением провести проверку. Контрольную палату призывал изучить, насколько оправданными были многомиллионные траты, а парламенту и исполняющему обязанности президента дать свою оценку обнаружившимся проблемам в сельском хозяйстве республики. В Центральную избирательную комиссию завезли маркеры в количестве двух тысяч, которые будут использоваться при голосовании на выборах президента. Процедура маркировки пальца избирателей специальным химическим составом будет использоваться в республике впервые. Соответствующее изменение в избирательное законодательство внес парламент Абхазии полтора месяца назад, чтобы избежать возможных фальсификаций в процессе голосования. В Китай за специальной краской ездил член ЦИК Александр Адлиба. Во вторник он вернулся из поездки и привез две тысячи маркеров. Этого с лихвой хватит для голосования. Обошлось это казне в 700 тысяч рублей. По словам Адлиба, производитель маркеров надежный. Он поставляет краску в 43 страны мира. Она поставляет в Африку, она поставляет в Азию, она поставляет на постсоветское пространство, в Азербайджане. Мы поставляла эта же фирма в ряд среднеазиатских стран. Грузия в Китае приобретала краску для этого. Поэтому мы решили, что в Китае должно быть наиболее высокого качества. Производитель отказывался принимать небольшой, но срочный заказ из Абхазии. Пришлось пойти на уговоры. Минимальная партия у них производимых подобных маркеров – это на 2 миллиона избирателей. 200 тысяч минимальные. Нам же столько не нужно. Нам нужно всего лишь на 100-150 тысяч голосующих, не больше. Ну плюс 2, то это на 300 тысяч, если второе будет голосование. Маркировочная краска фиолетового цвета безопасна для здоровья. В ее основе натуральные красители. Она не вызывает аллергию и другие кожные реакции. Маркеры будут распределены на избирательные участки за 3-4 дня до даты выборов. Один маркер рассчитан на 200 человек. Маркировку, согласно новым поправкам, осуществляют члены участковой избирательной комиссии в момент выдачи бюллетеней. Правила применения маркировки расписаны в рабочем блокноте члена участковой комиссии. Но в ЦИК намерены разъяснить, как выполнять эту процедуру, чтобы исключить сбои. Прежде чем ставить штамп в паспорт и прежде чем выдавать бюллетень, они говорят, покажите палец. Он показывает палец. Если есть фиолетовый, он говорит, извините, вы уже голосовали. Если нет, они говорят, мы должны нанести вам маркер. Наносится маркер, ставится штампик в паспорт к нему, выдается бюллетень и он идет голосовать. Если гражданин говорит, нет, я не хочу, не ставится штампик, не выдается бюллетень и говорит, пожалуйста, тогда это ваше право, но вы голосовать не будете. Александр Адлеба продемонстрировал, как будет маркироваться большой палец левой руки избирателя. Применяется он следующим образом, как и любой маркер, открывается щелчок такой и наносится краска вокруг ногтя. Мы попросили, чтобы действие, ну несмываемость по сроку была не менее 12 часов. Член СИГ напомнил, что маркировка – это дополнительная мера контроля за избирательным процессом. В законе о выборах прописаны и другие защитные механизмы. Подпись избирателя при получении бюллетеня, это в том числе штамп в паспорте избирателя, это в конце концов наблюдатели избирателей, кандидатов в президенты, которые буквально рядом с урном садятся, и регистрируют, сколько человек подошло к урну, потом сколько человек оказалось в бюллетене в урне и сколько получили. Все это сходится, сверяется. Это в конце концов копии подписанных протоколов с результатом голосования. Закон обязывает каждого избирателя пройти процедуру маркировки. Тот, кто откажется от нее, не сможет принять участие в выборах. Елена Лолуа, Эдуард Аракелян, Абазат.В Три четверти населения Абхазии считает, что необходимо более тесное сотрудничество с Россией. Об этом, как передает РИА Новости, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенной в этой стране Институтом социального маркетинга. Исследование общественного мнения также показало, что большинство граждан собираются принять участие в президентских выборах, намеченных на 24 августа. Согласно опросу, реальная явка может составить около 70%. 80% опрошенных считают, что выборы пройдут честно. Более 70% опрошенных уже знают, за кого будут голосовать. Лидирует депутат Народного собрания Рауль Хаджимба. Его готовы поддержать 42% избирателей. Второе место занимает глава службы госбезопасности Асламжане – 33%. Третье место у министра обороны Абхазии Мираба Кишмария – 19%. Замыкает список бывший министр внутренних дел Леонид Забжуба – 6%. В опросе, проведенном Институтом социального маркетинга, в конце июля-начале августа приняли участие 1200 человек в 47 населенных пунктах всех районов Абхазии. Накануне в Абхазском институте гуманитарных исследований в ходе встречи кандидатов президента с коллективом института обсуждали самые актуальные проблемы современной Абхазии, в их числе и события, имевшие место 27 мая. Абхазские историки оценивают их однозначно, как общенародный сход, выразивший полное недоверие властям. В частности, о значении всенародных сходов говорил в своем выступлении один из ветеранов национально-освободительной борьбы Абхазского народа, кандидат исторических наук Роман Чанба. Абхазский народ принципиальный. Абхазский народ всегда свою судьбу решал сам, никому не давал решать свою судьбу. И на этот раз тоже так случилось. Некоторые пренебрежительно относились к народу. Я уже один раз говорил, повторять не хочу, но коротко. Когда форум у нас был, если 50-100 человек собираются, пока они не расходятся, мы с ними рядом были. Поэтому нам верили. А когда народ собирается многотысячный, 10, 15, 20, и ты смотришь сверху, что они хотят, а пора, а пора, а пора, у чабок, ну в шок, это давно ты ушел от народа, ты ничего не понял, за что пришел, почему пришел. В нашем эфире сегодня после новостей. Смотрите расширенный репортаж о встрече в Абиге. Пять лет назад, 6 августа 2009 года, в ходе экстренного заседания парламента Республики Абхазии, парламент Республики отменил принятые недели ранее поправки к статье 5 закона о гражданстве, который приравнивали в праве получения гражданства Абхазии, этнических Абхазов и жителей Галского района этнических грузин. Вопрос об изменениях законодательства вызвал в 2009 году, накануне очередных президентских выборов, сильный общественный резонанс. О том, как разворачивались события вокруг острой темы, вспоминают депутаты 4 созыва Народного собрания. Репортаж Астанда Ардземба. 31 июля 2009 года парламент Абхазии принимает поправки к закону о гражданстве. Изменение статьи 5 данного закона предполагало признание жителей Галского района, возвратившихся до 2005 года, гражданами Республики Абхазия. Над поправками к закону, регулирующими правовой статус населения Галского района, в течение трех месяцев работала парламентская комиссия. Однако в день обсуждения проект поправок разработанной комиссии был отметен, а в повестку дня был включен совершенно иной вариант, представленный спикером 4 созыва парламента Нукзара Машуба. Кем было инициировано, тут можно просто догадываться. Я думаю, что такая инициатива была спущена от исполнительной власти, но в парламенте была создана парламентская комиссия по внесению поправок в этот закон в 2009 году. Я входил в эту комиссию, входил в эту комиссию тогда от оппозиции и Валерий Рамсухович Бканбе, возглавлял ее баталку Бахи. Мы работали действительно немало, месяца два-три мы над этим проектом работали. Вся работа рабочей группы как бы была уничтожена, то есть отвергнута, и появился проект, который предусматривал практически приравнение прав абхазов и грузинского населения Галского района. То есть если мы помним излучание пятой статьи закона гражданства, там прямо говорится, что каждый абхаз по своему рождению является гражданом Абхазии. И дальше в тексты проекта, который нам предложили, шло и жителей Галского района. Именно последний текст проекта и был принят большинством голосов парламентариев. Фактически принятые поправки уравнивали в правах этнических абхазов и жителей Галского района. Выступили мы резко, обсуждение шло очень долго. В конце концов, все-таки большинством голосов данная поправка была принята. Тем не менее, несмотря на то, что четвертого созыва парламента про президентская фракция имела огромное большинство, мы сумели даже добиться того, что 13 человек проголосовало против этого законопроекта. Это был действительно серьезный шаг, что 13 человек, действительно понимая, что за поправку принимают, проголосовали против этого проекта. Но тем не менее, этот проект был принят большинством голосов, что вызвало, естественно, возмущение среди нашего населения. Возмущение последовало незамедлительно. В Сухуми проходит митинг, требующий отмены изменений закона. Оппозиция также выступает с резкой критикой принятых парламентом поправок, назвав их преступлением против государственности. Мы практически законодательно закрепили теорию Инга-Рокова. Если вы помните теорию Инга-Рокова, а два аборигенности Абхазии. Мы его практически вот этим принятой поправкой практически его закрепляли. Люди такого уровня должны понимать последствия, возможно. Если говорить о недальновидности политиков, тогда мы как бы принижаем их значимость или понимание ситуации. А если намеренно, тогда это наводит на другие мысли. Подчеркивалось, что в подавляющем большинстве жители Галского района являются гражданами Грузии, враждебного нам государства. Определение их правового статуса на территории Абхазии, попытки не ограждать приграничный район, не подразумевает серьезное ослабление закона о гражданстве. 6 августа 2009 года, ровно пять лет назад, Народное собрание проводит экстренное заседание. Срочно, прервав отпуск, под давлением общественности парламентарии отменили свои непопулярные решения. Фактически через неделю после их принятия проголосовав уже единогласно за их отмену. Общество поднимается, когда само поднимает глубину вопроса, глубину проблемы. Там при желании отдельных политиков, так там свистно собрались, такое не бывает. Общество откликается, когда оно само в этом убеждено и само в это верит. Тогда, в 2009 году, попытка в массовом порядке предоставлять гражданство жителям Галского района в подавляющем большинстве являющимся гражданами Грузии не прошла. Тем не менее, к этому вопросу абхазское общество возвращается от раза к разу. В мае этого года именно незаконная паспортизация Галского района стала катализатором народных волнений и последовавшей за ней отставки президента. Вопрос о правовом статусе жителей приграничного с Грузией района пока остается открытым. Сейчас еще о некоторых датах из истории Абхазии. 6 августа 2002 года Абхазию посетила правительственная делегация России под руководством заместителя главы администрации президента России Владислава Суркова. 6 августа 2004 года принятие закона Республики Абхазия о средствах массовой информации. 6 августа 2004 года вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский прибыл на отдых в Абхазию. 6 августа 2004 года МИД РФ заверил, что Россия обеспечит безопасность отдыхающих в Абхазии россиян. 6 августа 2004 года Министерство обороны Абхазии заявило, что предприняло меры для обеспечения безопасности на море, в частности, безопасности судов, перевозящих российских туристов. 6 августа 2004 года делегация Международной черкесской ассоциации прибыла в Абхазию. 6 августа 2007 года президент Сергей Багапши обсудил в МИД РФ аспекты урегулирования грузино-абхазского конфликта. Юго-Осетинский научно-исследовательский институт имени Ванеева готовят к изданию осетино-абхазский словарь, сообщает информационное агентство РЭС. Словарь тиражом в 200 экземпляров будет издан уже в этом году. Это будет первый в истории осетино-абхазский словарь, состоящий из более 4 тысяч слов. Половину тиража планируется передать Абхазии. Крупнейшая российская фирма звукозаписи «Мелодия» выпустила DVD-ISC с записью концерта в исполнении Хибла Гирзмава вместе с оркестра Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко под управление Марко Армельято. В концерте звучат известные арии Зопер Моцарта, Деницетти, Беллини и Верди. Накануне в Абхазгусфилармонии определили мини-миссы королеву красоты Абхазии. В конкурсе участвовали девочки и девушки от 3 до 18 лет. Каждая из них представляла себя в номинации национальный костюм и свадебный наряд. Участницы также продемонстрировали коллекции одежды молодых дизайнеров Абхазии. Белоквартия пообщалась с организаторами и участницами конкурса. Конкурс красоты и шарма – один из любимых в Абхазии. В этом году шоу «Красавец» стартует уже в шестой раз. И маленькие, и взрослые участницы прекрасно держались на сцене, уверенно завоевывая симпатии зрителей. Публика восторженно принимала выход каждой девушки. Буря аплодисментов вызвала дефиле самой юной участницы. Организаторам конкурса удалось устроить настоящий праздник, атмосферу которого почувствовал каждый. В мир красоты и грации публику сопровождали юные Джей и Майкл, герои книги о Мэри Поппинс. Этот прием позволил режиссеру включить в действия выступления популярных артистов и известных детских танцевальных коллективов. Подготовка к шоу ушла 9 месяцев. С девочками занимались наши прекрасные педагоги. Мы работали над костюмами, над сценарием, над декорациями. И, безусловно, я хочу поблагодарить тех людей, которые нам помогли. Это наш генеральный спонсор фирмы «Оахра-2006» и официальный спонсор ресторан «Глада». Каждый выход оценивался по 10-бальной системе. И потом в результате подсчета баллов определились те либо иные номинации. Стараемся летом подарить нашим девушкам, женщинам, девочкам праздник красоты, праздник таланта. Мы хотим, чтобы наши девушки всегда чувствовали себя королевами. Конкурс делился на два возраста. Самым юным участницам было от 3 до 14 лет. Они завоевывали звание мини-мисс Абхазии, маленькой принцессы и маленькой красавицы Абхазии. За титул королевы Абхазии боролись девушки от 16 до 22 лет. А по гей-шоу дефиле в свадебных нарядах практически каждая участница называла любимым выход именно в этих платьях. Впрочем, наряды маленьких красавиц были ничуть не хуже. Их платье – большая удача абхазских модельеров. Мы раскрываем красоту наших девочек и в национальных костюмах. И в этих свадебных платьях она же расцветает каждая. Я их видела на репетициях, вот смотрю из зала, это просто восхитительно. Я считаю, что у нас в Абхазии очень много талантливой молодежи, в том числе дизайнеров, девочек, которые учатся или отучились уже. И у них получается. Это все очень красиво. И я желаю им светлого будущего. Самой юной участнице конкурса красоты Сади и Шамба только три года. Тем не менее, она не просто бесстрашно выходила на сцену, но и работала наравне со взрослыми. Даже то обстоятельство, что конкурс проходил в часы, когда все дети должны были спать, не сломило и упорство в борьбе за титул. Если честно, не думала, что она вообще на сцену выйдет. Я сама удивлена. Никого не испугалась, вышла, улыбалась. Все нормально, слава богу. Педагогам большое спасибо. Это, конечно, их не труд. Ну и мы, конечно, немного дома занимались. Какое платье тебе больше всего нравится? Вот это или другое? Да, да. Участницы конкурса талантливо представляли творения модельеров и демонстрировали собственную грацию. Для каждой из них, от самой юной принцессы до претенденток на титул королевы, этот день стал особенным в жизни. Все в таких платьях красивых, ну там, нарядных. Хотела бы выиграть? Да, очень. Мне это даст то, что я буду знать, что я хорошо ходила по подиуму, что я мини-мисс Абхазия. Этот конкурс принес мне массу огромных, приятных, позитивных и очень хороших таких эмоций. Я так благодарна всем руководителям, особенно организатору этого конкурса, Лали Сичинава, то, что она организовала такой замечательный конкурс, где можно проявить всю свою внешность, свой внутренний мир. Участники, девочки, все просто прелестные, замечательные. Мы все сдружились за такой короткий период. Я всех очень полюбила. Я желаю им счастья, побольше улыбаться и позитивных, хороших мыслей. Сейчас я прекрасно понимаю девушек, которые выступают, которые волнуются, точно так же, как и я, и как мы все в прошлом году участвующие. В этом году очень прекрасные девушки, отличный набор. Я считаю, что каждая девушка заслуживает победы. Я с радостью передаю свою корону будущей королеве Абхазии. Шоу «Красоты и таланта» продолжалось в течение трех часов. По итогам конкурса мини-мисс Абхазии стала Даяна Кархалава. Титул маленькой принцессы получила Анисия Харазия, а маленькой красавицы – Сария Жиба. Королевой Абхазии 2014 года была признана Кристина Гумба. Внутри какое-то чувство было, что, возможно, эта номинация будет именно мне. Я благодарна всем нашим педагогам, которые нам всегда помогали, которые подсказывали нам, что делать и как. В частности, особенно Лали Сичинава, Мадина Хварцкая. И всем остальным педагогам огромное им спасибо. Этот день для меня очень важен, была очень счастлива. Многие участницы конкурса, особенно самые маленькие, стали победителями в различных номинациях. Каждая из них получила памятные подарки от генерального спонсора – ресторана «Гуада». Шоу завершилось, фотосессия с участием всех красавиц. Была Кварча, Сосрыква, Агуха, Абаза ТВ. Сейчас о погоде в Сухуми. По сообщениям синоптиков, 7 августа в столице ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 30, ночью 22 градуса тепла. Морская вода плюс 27. На этом пока все. Удачи и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok